Осьминог бесконечности представляет. Афоризмы на тему вкус. Наличие четко выраженного вкуса хуже безвкусия. Красота бессмысленна относительно и подвержена моде. Это относится не только к внешности человека, но и к искусству. То произведение искусства, которое нам кажется красивым сегодня, через сто лет, может оказаться верхом безвкусицы. И то, что называют вечным и нетленным только изомнимой красоты, в итоге постареет, как женщина, делающая ставку только на свою внешность. Модель искусства, в которой есть избранные ценители, способные оценивать произведение искусства, модель религиозного типа. Монополия на искусство. Но это ложная модель, навязанная одним подходом к творчеству. И выгода одна только ему. Суть же заключается в том, что каждое произведение требует определенной расшифровки, определенного прочтения, определенного взора, определенного слуха. Каждый новый тип творчества нужно познавать заново. Нельзя прикладывать ко всем произведениям одну и ту же мерку. Для расшифровки нужно учиться у автора оригинального произведения искусства, а не спрашивать мнения ортодоксальных критиков, увязших в своих неабсолютных мнениях. Мне кажется предельно нелепым, но довольно обычным делом, когда вроде бы образованный человек, знакомый с историей искусства, начинает высокомерно унижать творчество, которое не соответствует его тонкому вкусу. История искусства плюралистична, в ней нет места одной трактовки, одному вкусу, одному подходу. В плюралистичной паутине искусств создавалось немало странных, отвратительных, пошлых, безграмотных и нетехничных творений. Что неплохо, что я не считаю упреком. Я уверен, что если приложить немного труда и фантазии, то можно оправдать любое произведение, даже кажущееся по меркам нашего вкуса ужасным. И я никогда не понимал, почему каждый образованный человек, которого я встречал на своем пути, превращал искусство в хранилище закостенелых предрассудков, а все многообразие сводил либо к той или иной схеме поступательного развития, где на самой вершине находился именно его вкус, либо просто игнорировал все альтернативные формы искусства. В эстетике нужно опираться не на вкус, а на понимание, которое является подлинным корнем искусства. Вкус – это антипонимание, и лично для меня это антиэстетика. Понимание не ограничивается вкусами. Понимающему следует бежать от хорошего вкуса и стремиться к абсолютному. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй комментарии и смотри следующее видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!